На прошлом веке мы говорили о том, что надо различать между приближенными к Аллаху, Ауллия Аллах, и приближенными к шайтану, Ауллия и Шайтану. И разница между ними должна быть явной, как между небесами и землей. То есть, если человек верующий и страшится Аллаха, он из приближенных к милостюм. А если, говорит, одно из них исчезнет, иман или тапва, тогда он станет из приближенных к шайтану. И шестая основа, последняя в этой книге. Это получение знаний из Курана и Сунны. Следование. И изучение. Диа, дел, дирал, призыв. Должны останавливаться на Куране и Сунне. И тот, кто противоречит этой основе, потому что в наши дни есть такие люди, которые говорят, невозможно на сегодняшний день получать знания из Курана и Сунны. И это, говорит, это... Это, говорит, это есть основа из основ Ахля Сунну Аль-Джама. И тот, кто противоречит ей, он упал в противоречие. Аллах, Субхану Анаталья, не спасла в Куране. И приказал нам... Что нам приказал Аллах? Биттадаббур. То, чтобы мы задумывались над аятами. Чтобы мы понимали смысл этих аятов Курана. Делали дела в соответствии с ним. И призывали к нему. А есть такие люди на сегодняшний день, которые своими словами, либо же делами не хотят Курана, не принимают Куран? И, говорит, это является позором. Ты, говорит, понимаешь русский язык? То есть ты понимаешь русский язык, который живет, но не понимаешь арабского языка, который является языком Курана. Есть ли кто-то здесь присутствующий, кто не знает суры Фатиха? Все знают суры Фатиха. Но все ли понимают ее смысл? И это указано, что мы не являемся в этом вопросе. То есть мы должны понять самое малое из суры Фатиха. То есть ты должен изучать, задумываться над ее смыслами. Например, какой-то человек, не мусульманин, кафир, захочет принять ислам и произнесет свидетельство. Но он не знает ее смысла и не понимает, что ему произносит. Такой свидетельство, говорит, не принесет, но ему пользы, говорит. Даже, говорит, он не будет мусульманин. Поэтому, говорит, в итоге, говорит, что есть те, которые не хотят изучать Куран и Сунны. Одна из причин распространения или вхождения в эту религию является то, что люди оставляют Куран и Сунны. Оставляют изучение языка арабского. То есть человек тебе переводит книги арабского языка. Переводит, как он почитает нужным, и ты доверяешься ему в этом. И по этим причинам, говорит, одни из путей вхождения нововведения в религию. Например, я сейчас скажу о том, что Маулит, день рождения, отмечать день рождения Пророксом является нововведением, запретным религией. А переводчик может взять и перевести и сказать, что, говорит, Маулит является Сунной, поклонением, говорит. А ты откуда, говорит, знаешь, что он тебе говорит? Ты не знаешь об этом? И он, говорит, ты будешь думать, что это слова шейха. Поэтому мы должны говорить, изучать, обучаться тому, что нам рассказал Пророк Саралар Салам. Я, говорит, оставил для вас, Пророк Саралар Салам, я оставил для вас две вещи. И вы никогда не заблудитесь. То есть оставление, говорит, заблуждение, говорит, вот начинается тогда, когда люди оставляют Куран Сунной. И поэтому с сегодняшнего дня, говорит, давайте начнем делать дела, говорит, соответствуют этими основами. И первое, говорит, с чего мы начнем, давайте, говорит, делать дела искренне ради Аллаха. Воплотим эту основу в своей жизни. Тем, что будем изучать, обучать этому вопросу, призывать к нему, делать дела с одним и терпеть. И также должны сторониться тому, что противоречит этой основе, а это ширк большой и малый. И так же будем объединяться. И поэтому, как вот имам, допустим, скажет, с сегодняшнего дня, давайте, говорит, объединяться на том, на чем был объединялся, просто изучать это. И воплощать это в своей жизни, и ни на шаг от этого нет, ни на пять от этого не будем отступать. Также будем слушаться и подчиняться правителю в том, в чем нет греха перед Аллахом. В том, что нам нравится и не нравится. И противоречием эта основа является выход или неподчинение правителю, будь это своими делами или языком. Также надо изучать, кто такие ученые, знать их имена, читать про них, знать их. И также не должны возвращаться к тем, кто пытается уподобиться им. И он не из их числа. Мы должны разделить между приближенными к Аллаху, к Рахману, приближенными к Шайтану. И также должны знать, что все заблуждение, вся тьма, только в поставлении Курана и Сунду. Просит дуа, чтобы Аллах показал нам истину и истину, и помог следовать за ней. И показал нам заблуждение, заблуждение, и помог сторониться. И его просит Аллах укрепить нас всех на истине. Аминь.